Девушки отдыхают Всем, меня зовут Надя Эггерс, я риэлтор с Century 21 Кариотти. Я работаю в Центральной Флориде, город Орландо, и все пригороды, которые находятся вокруг Орландо, плюс-минус 20, 30, 40 миль, это всё моя эри. Сегодня я вам хотела показать дом в комьюнити, который называется Summer Lake. Комьюнити находится в Винтергарден. Винтергарден располагается на юго-запад от Даунтаун Орландо, от центра города Орландо. То есть так, если по карте ставить, в сторону Тампы. Сегодня мы хотим вам показать дом. Четыре спальни, три ванных, которые стоят 541 тысячу долларов. И размер дома 2957 квадратных фут, что в переводе на метраж 275 квадратных метров. Давайте пройдём. Кстати, сегодня утром агент сказал, что этот дом заходит под контракт. Он стоял на рынке одну неделю и уже покупает. Дом очень хороший. Давайте пройдём. Несмотря на карантин, да? Несмотря на карантин, вы не представляете, как идут продажи. Я сама была удивлена. Всё продаётся, покупается. Проходим. Мель уже вывезли. Я потом вышла в фотографии, когда он был униклирован. Он был очень симпатичный униклирован. Значит, здесь вход в дом, столовая. Столовая, как вы это любите, около входа. Даже не совсем. Ну, не совсем, да. За углом. А что, может быть, покажем эту сразу комнату, которая приходит? Да, давайте посмотрим, что у нас возле входа. Какая комната находится? Это спальня. Маленькая спальня, фестиваль. Такое эхо. Да. Как мы поняли, что это спальня, вот здесь есть у нас, пожалуйста, гардеробная. Но вы можете сделать, что хотите в офис без проблем. Если нет необходимости в четырёх спальнях, то можно сделать вот здесь проходить, пожалуйста. Да, это гостевой туалет, но он же ещё и с ванной. То есть здесь три полных санузла, здесь нет половины. Хорошо. Смотрите, какая плитка. Плитка хорошая. Приятная. И дом такой светлый. Дом был построен в 2017 году. Достаточно новый. Да. Здесь такая большая, волшебная гостиная. Гостиная. Family room. Большая, да. Здесь вид на бэк-ярд. У них бассейн, мы вам позже покажем. И большая такая, я считаю, кухня очень большая. Светлая, как мне это нравится. Смотрите, какая радость большая. Вообще, мне нравится, когда есть такой островок. Как это называется? Как такое островок? Островок, в общем, да. Здесь можно сидеть, как за столом. Всё для этого специально. Обратите внимание, здесь газовая плита. В принципе, в этом комьюнити, даже если у вас есть электрическая плита, здесь есть подводка натурального газа. То есть, можно всегда поменять плиту. Что удобно. Кто как любит, да? Это электрическая, кто как любит. Я лично очень люблю готовить на газовую плиту. По-другому, да? По-другому. Газовая плита, видно. Да, газовая плита. У меня, к сожалению, электрическая. Вот я очень люблю дома с газовыми плитами. Такая дорогая, видно. И вообще, это здесь признак дорогого дома, да? Если газовая плита считается. Да, да. Вот, может быть, в России так не считается? Ну, в России реально так не считается. В основном в коммуналках такое. А у нас вот по-другому совсем. А мне очень нравится ещё какая здесь плиточка. Она такая полупрозрачная, да? Стеклянная. Да, стеклянная. Я ещё нигде такой не видела. Бывает вот что-то, где повторяется в некоторых домах, такую я ещё нигде не видела. Плитку. Здесь у нас газоводомойка. Обязательно. Это всё идёт в комплекте с домом, как говорится. Естественно, всё включено. Да. И холодильник. Вся водовая лёдка подключена. Холодильник. И также стиральные машины. Смотрите, лёд, вода. Кстати, да. Вода очень хорошая, которую мы пьём из холодильника. Я сама пью воду из холодильника. Там фильтры ставят. Вы постоянно меняете фильтры. Вы можете... И лёд куда угодно пласть. Да, лёд. Здесь есть контейнер, где собираются люди. Формируется лёд, да? Угу. И затем как бы он попадает в ваши стаканы. Вот. Что у нас здесь? Это микроволновка. Есть такая маленькая... Да, это микроволновка. Я думаю, это печь. А это печь. Духовочка. Смотрите, здесь такой закуток интересный. Я думаю, что здесь гараж находится. Да, гараж. Гараж на две машины. На две машины. Он небольшой, но... Ну да, достаточно. Да, это уже мусорные банки. Вот вы, наверное, когда заходите с гаража, очень удобно сюда крючки положить. А здесь у нас что? О, кладовка, да? Кладовка. Кладовочка хорошая. Здесь можно и крупы хранить, и всё что угодно, что сами захочут. Кладовка, член, по-моему. Запастись так запастись. А вот здесь интересно, для чего такое? Это для ребёнка? Знаете, такое строится... Это как ком-офис. То есть, не знаю, какие-то чеки проверить. А, сесть вот сюда. Сесть за столом. Крестница, здесь компьютер даже у кого-то стоит. Удобно. Такой ком-офис. Их достаточно часто, я вижу, что они находятся в кухонной Эльне. То есть, там можно что-то приготовить, тут же поработать и посчитать. Там очень много шкафов, посмотрите. Да-да-да, кухня мне нравится. Хорошая. То есть, очень хороший такой сторож. Хранить всё, что хочешь. Да, охранить, что хочешь. Пойдём, пойдёмте, выйдем. Пойдёмте, поговорим. Мне кажется, это вот с водопадом в бассейне. Да, вот отсюда обычно водопад. Да-да, смотрите, там есть даже приспособление. Всё есть, но единственное... Я не знаю, как его включить. Сейчас не работает, потому что зачем гонять электричество. Но... Он заходит под контрактом уже, без надобности показывать всё красоту. Ну, я считаю, так очень стильно всё они сделали. Хороший бассейн, мне нравится. Бассейн очень хороший. И размер бассейна хороший. Здесь, вот как вы видите, ограждено всё забором. Потому что, я думаю, они так захотели. Вот у соседей, например, прозрачный забор. Железный. То есть, такой маленький. А тут они решили вообще отгородиться, сделать приватную зону. Где-то приватность. Да-да-да. Там соседи вас не видят. Здесь соседи не видят. Угу. С этой стороны тоже. Бэк-ярт такой хороший. Небольшой, немаленький. Я думаю... У соседей под скрином. Здесь вот без скрина. Кому как удобно. Как желание можно натянуть. Да. Здесь ещё такой участок. Так, а это что-то от бассейна, да? Фильтр, скорее всего. Это система для бассейна, да. Очистительная. Фильтрация. Хорошо. Помпа, которая воду гоняет. Вот второй этаж. А здесь сделана специально такая решёточка. Это от детей, да? Чтобы они не проходили. Они называют для начала круг, да. То есть, если у вас есть ребёночка. На самом деле, в принципе, по стандартам... Нужно от бассейна. Если открытый... Бассейн есть. Ну, не все это делают. Но вот здесь уже, видите... Это можно, в принципе, снять, если у вас нет детей. Да. Но если есть дети, это даже очень хорошо. Конечно. Когда уже есть. Снять можно всегда. Так, а что у нас здесь? Это... Ой, посмотрите, какая... Около входа. Вот здесь можно... Комната Гарри Поттера. Здесь можно и пылесос подать. Здесь можно полочки, мне кажется. Случайные дома оборудовывают. Здесь прямо ставят какие-нибудь полочки. Одежду верхнюю, потому что вот он вход. Вот он вход. А ещё у входа покажу здесь второй свет имеется. Вот, посмотрите, какой большой потолок. Хорошо. То есть, он здесь многоуровневый потолок. Вот здесь так, видите. Здесь уже простое. А мы сейчас поднимаемся на второй этаж. Полы здесь бамбуковые. Это уже перестелили, да? То есть, хозяева. Я так думаю, что здесь компьютерный ховер и... Ховролин, да, в общем, лежал. И они решили перестелить. Всё понятно. Смотрите, какая шкафная бонус на комнате. Это как вторая гостина. То есть, у вас есть дети. Вы внизу смотритесь. Вы внизу здесь играете. Это тоже как family room называется, да? Это тоже, что называется, бонус room, да. Бонус room. Многие люди делают, опять-таки... Для детей. Для детей офис какой-нибудь столик. Можно сказать, чтобы он здесь учился, себе в офисе делает. Ну, это обычно открытое место, да? Это обычно открытое место. Чаще всего это просто как вторая гостина, если у вас два ребенка, даже один ребенок, один, два, три детей, вы их наверх закинули и не занимались своими делами. Так, что еще здесь есть? А, вот этот вид на первый этаж. Перевод красивый. Да, перевод красивый. Деревянный. Так, вот сушилка, стиралка имеешься. Они тоже входят в комплект. Что там есть? А, здесь кондиционер. Центральное кондиционирование. Сумма продажи. Что здесь? Еще одна комната. Да, например, детская. Детская комната. И еще одна детская комната, например, для мальчика, для девочки. И они даются в ванную. В ванную делят они одну, но у них здесь две раковины, что тоже удобно. Так, здесь что? Здесь полочки. Места для полочек много. Вот такая ниша. Можно поставить красивую вазу. Здесь тоже хозяйка, спальня. Посмотрите, тоже двууровневые потолки. Вид на бассейны, на соседей. На соседей, но и на озеро. И чуть-чуть на озеро, да. Вот это дом с шингл-крышей, да? А у соседей, так как вид на озеро, то у них уже с черепичной крышей. Вот так вот здесь придумали разделить. По дороже. Не везде, но, по крайней мере, да, на завице. Да, да. Это хозяйская ванная. Хозяйская ванная. Ванная такая красивая. Плюс еще здесь несколько шевая. Для мамы здесь две гардеробные. Одна гардеробная в той стороне, а другая здесь. Для мамы, для папы. Все есть. Да, не толкется, не ругается. Да. Полные недели. Туалет. Закрывается дверкой. Очень удобно. Душевая хорошая такая. И вот еще одна гардеробная. О, вот эта гардеробная большая, это для мамы. Вау, какая большая! Я-то не видела, Нарния. Ничего себе! Да, это вот, смотрите, полочки. Это полочки для обуви, да. Очень удобно. Очень большая гардеробная. Неожиданно, да, я зашла, там жить можно. Уж скоро гардеробная. Может, она тоже такая большая? Нет, она парень ваша. Хорошая. То есть здесь мастер бедрум на втором этаже получается, да? Да, здесь на первом этаже только одна фестивая спальня. Растивая спальня. И три спальни на ветру. Угу. Хорошо. Давайте мы сейчас спустимся, побудем на эти прекрасные руки. И я вам расскажу еще больше детали о доме, о городе. Как я уже сказала, что эта комьюнити Summer Lake находится в городе Винтергарден. Этот город, он новый достаточно. Здесь практически все дома, постройки 2014-го, 15-го, 16-го, 17-го года. Этот дом в 2017 году был построен. Этот город очень-очень растет в своей популярности и, в принципе, в застройках. Очень хорошая школа. Вот буквально здесь через один блок открывают новую элементарий школу. То есть, если у вас маленькие детки, вы можете просто пешком ходить в школу и забирать деток. Другие школы, и middle school, и elementary, еще есть одна другая elementary, и high school. Очень-очень отличных рейтингов. Очень отличных рейтингов. То есть, люди, в принципе, приезжают в эту эрию, потому что они хотят, чтобы дети учились в этих школах. Видимо, поэтому этот дом достаточно быстро ушел с рынка. Он действительно очень красивый дом. За эту цену, качество, цена, я считаю, что просто отлично. Что я не сказала. Значит, налог в этом доме 5700 в год. Естественно, налог, он диктуется, во-первых, в каунте, регионам, да, и в зависимости от школы. Если школа хорошего рейтинга, в тех местах будет налог подорожен. Я, например, просто ради интереса распечатала налоговую страничку с такого же размера дома. Такая же цена, только в другом районе, где нет хороших школ. Там 2800. Я не могу сказать, что точно школа, потому что район еще развивается, здесь еще как бы на развитие района включено что-то. Сейчас строится, очень уже построено много класс. Шопинг-мал построен недалеко отсюда. Кинотеатр. Очень много таких маленьких класс с ресторанчиками, с магазинчиками. Очень много медицинских офисов. Большой. Строится мы видели, да? И строится, и уже построено. То есть застройка, она начинается так. То есть построили какую-то фазу, да, города. И выстроили вокруг этой фазы инфраструктуру. Потом в этом же городе застраивается другая фаза, да. И вокруг той фазы выстраивается тоже инфраструктура. Вот, а потом это все как-то объединяется, да. То есть сейчас, в принципе, сам Винтергарден, юг Винтергардена, он идет еще, есть какая-то фаза застройки. То есть какая-то часть уже совершенно закончена, уже просто построек нет. А другая фаза, если едете вы по шоссе с юга на север, то левая сторона как бы этого шоссе, там еще идет застройка. Вот, как это все застроится, цены пойдут вверх, еще выше. Вот, значит, да, по поводу налога 5700. И что есть здесь? 187. Очень хорошо. 187 это не так и много. Еще раз повторим, сколько стоит дом? Дом 541 тысяча. Был продан уже, оказывается, или мы не знаем, сколько был продан. Мы не знаем, за сколько был продан. Мы могли торговаться теоретически, да, что-то не торговаться. Ну, естественно, торговля какая-то была, она обычно есть. Какая сумма, я не могу сказать. Но дом уже продан. Да, дом почти 3000 квадратных фут. Также обычно возникает вопрос по поводу кредита на такой дом. Я сделала маленький такой расчет, быстрый. То есть, если брать этот дом за 540 тысяч, я так грубо говоря, 540 тысяч, плюс-минус, да. Вот, если вы вкладываете первоначальный взнос в 20%, достаточно большая сумма, то в месяц вы будете платить 1800. Что сюда будет включаться в это 1800, это будет погашение цены за дом и плюс интерес к банкам. Вот, если вы вносите 10%, то вы в месяц будете платить 2050, если вносите 5%, 2160. Ну, 2160 вы сможете снять маленький дом. Маленький дом, можно. Очень маленький. Скорее всего, там 3-бэдром, и он будет совершенно не в таком качестве состоянии. И то я не думаю, приобретя этот дом и не платив другому дяде его моргач в нему карман, да, вы платите, выплачиваете за этот дом и живете в шикарных условиях, в красивом комьюнити, с хорошими школами. Здесь есть также лавхаус с фитнесом, с бассейном. То есть, помимо вашего бассейна, вы еще можете общаться с друзьями, в другие бассейны. Дом построен. Бывают такие вопросы. Здесь написано, что блок, блочный дом. А, блочный. Да. Не из фанеры. Не из фанеры, не блочный дом. Да, здесь центральное кондиционирование и отопление. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, спрашивайте. А вот еще спрашивают, можно ли посмотреть план дома. Как-нибудь у какого-нибудь дома можно будет план? Я могу, конечно, сделать запрос, потому что у меня этого плана нет. Может быть, есть у риэлтора. Бывает иногда, что могут дать, да, теоретически? Я могу сделать запрос, но у меня, к сожалению, этого плана нет. Ну, мы будем стараться, если сможем. Я посмотрю, я посмотрю, я попробую найти. Нужно просто будет зайти на сайт застройщика и посмотреть у них модель этого дома. Интересно. Может быть, посмотрим дом снаружи тогда? Итак, покажем дом, как он выглядит снаружи. Посмотрим дом снаружи, пойдем. Что тут у нас интересного имеется? Отделка у него такая необычная. Вот у меня цвет такой, он как-то серовато-голубоватый. Так, это что у нас такое интересное? А, это счетчик. Это счетчик. Я думаю, что это счетчик на газ. Здесь у нас кухня, нет, кухня у нас там. Такое впечатление, что это на газ. Да, natural gas. Видите, да? Это на газ. Это все газовое оборудование. Смотрите, все открыто. Это кондиционер. Ага. Все. Там уже забор. Там уже вылет. Ага. Ну, так вот, в общем-то, выглядит дом сбоку. Снаружи фасад. Вот такой вот у него. Очень аккуратненький, приятненький дом. Сейчас посмотрим, что на этой стороне. Здесь только электрический счетчик. И все. Электричество, да, тоже отдельно я знаю, что надо будет платить. Он вычев и не входит. Около, опять же, в 250. Я думаю, около 250. Угу. Хотя с бассейном, может быть, 300. Да. Да, может и 300. И воды с бассейном побольше будете платить. Где-то долларов 150, может быть, да? Примерно, мы так говорим, примерные цены. Когда у меня был пусы, я платила всего где-то около 90. Да, электричество, оно, он почему-то не так много, в принципе, как бы берет электричество. Больше, мне кажется, кондиционеры, да? Но сейчас в таких домах, особенно постройки там 2016, 2017, 2018, как бы для сегодняшнего дня, система кондиционера, они очень экономичные, экономные, да? То есть, я не знаю, я думаю, что 250, может быть, даже с бассейном будет электричество. Потому что старые кондиционеры, они очень много электричества расходуют. И старые дома тоже. И старые дома, окна тоже, сейчас, да, окна тоже как бы другого качества. Стены, блочные стены гораздо больше держат тепло, чем, как вы говорите, из фанеры. Так что, какие дела. Ну что, будем прощаться? Да, будем прощаться. Да, я хотела попрощаться с вами. Спасибо большое, что сделали тур с нами в этом доме. Если у вас будет любой вопрос, если у вас будут любые пожелания, может быть, другая категория, может быть, вы хотите там хаос посмотреть, может быть, хотите домик, три спальни посмотреть подешевле, может быть, подороже, присылайте ваши вопросы, заявки, мы вам это покажем. И также ответим на любой ваш вопрос. Спрашивайте, мы отвечаем. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok